В настоящее время известно, что единственным космическим телом, на котором существует жизнь в Солнечной системе, является планета Земля. Но это не означает, что жизнь не существует или когда-либо существовала на других объектах системы, а значит лишь то, что ученые мира не нашли никаких доказательств этому. Есть планеты и огромное количество спутников, пояс астероидов и пояс Койпера, которые необходимо исследовать. Работы предстоит очень много. Друзья, в этом выпуске мы с вами постараемся разобраться, где же в Солнечной системе могла когда-либо зародиться жизнь. Подпишись на канал и приступим. Меркурий является миром крайностей. Температура на солнечной стороне составляет 450 градусов, а в некоторых районах, куда не попадают солнечные лучи, температура понижается до минус 173 градуса по Цельсию. Однако о возможном существовании жизни может сказать наличие кислорода, воды в виде водяного пара в атмосфере и водяной лед на полюсах, и метан как признак отходов метаболизма. Но ученые считают, что на планете никогда не было жизни. Во-первых, уровень кислорода слишком низок для поддержания жизни, во-вторых, экстремальные температуры, которые уничтожат жизнь. В-третьих, на планете не существует жидкой воды, водяной лед есть только на дне кратеров. Газ метан в атмосфере появляется благодаря вулканизму и геотермальной деятельности. И последнее, давление на поверхности крайне низко, из-за этого резкие перепады температур и постоянная бомбардировка планеты солнечным ветром. Если на Венере есть жизнь, то она почти наверняка микробная, поскольку облака, по сути, являются единственной частью планеты, потенциально пригодной для жизни. И это даже после учета многих существующих проблем, таких как зашкаливающая концентрация серной кислоты, например. И все же, как токсичная атмосфера может содержать жизнь? По последним данным, присутствие аммиака в атмосфере может нейтрализовать кислую среду Венеры и создать пригодное для жизни пространство в облаках планеты. Земля – третья планета от Солнца, наш дом в Солнечной системе, которая, как известно, обладает способностью поддерживать жизнь. Земля имеет нужные ингредиенты и находится достаточно далеко от Солнца, чтобы иметь подходящую температуру для поддержания жизни. В настоящее время существует более 8 миллиардов человек и неисчислимое количество других животных и растений, а также существуют бактерии, вирусы и грибы. Сейчас Луна представляет собой абсолютно неблагоприятное для существования жизни место. Естественный спутник Земли почти лишен атмосферы и магнитного поля и подвергается метеоритным бомбардировкам, ежедневным значительным перепадам температуры, а также сильному солнечному и космическому излучению. К тому же вода на Луне существует лишь в форме древнего льда на дне полярных кратеров и, возможно, на глубине в Мантии. Однако, как заявляют ученые из университета штата Вашингтон и Лондонского университета, примерно 4 миллиарда лет назад, в скором времени после формирования Луны, условия на ней могли быть совсем иными. Так, предполагается, что в те времена на Луне вода могла присутствовать в больших количествах, примерно в таких же, как и на ранней Земле. Позже, после охлаждения, Луна могла сформировать примитивную атмосферу, защищенную магнитным полем, которое было сгенерировано жидким ядром. При таких условиях, Луна могла поддерживать некоторые микробные формы жизни. Это, впрочем, не продлилось бы долго, и после нескольких миллионов лет должны были исчезнуть атмосфера и необходимая вода. Но через 500 миллионов лет после этого, согласно исследователям, вулканическая активность на Луне достигала своего пика, выбрасывались миллиарды тонн газа, которые могли сформировать вторую временную атмосферу спутника и водную среду обитания, которые просуществовали несколько миллионов лет. На данный момент, разумеется, это всего лишь предположения. Возможно, будущие лунные миссии смогут получить образцы необходимого периода, чтобы посмотреть, содержат ли они воду или другие возможные маркеры, существовавшие ранее жизни. По поводу существования жизни на Марсе высказываются разные предположения, но не подтвержденные фактами. На основании полученных данных речь может идти о наличии только простейших форм жизни на поверхности планеты. Настолько суровы там внешние условия, хотя в сравнении с другими планетами Солнечной системы они наиболее приближены к земным. Существует также гипотеза, что жизнь, в том числе и разумная, может скрываться в недрах Марса. Основные неблагоприятные факторы – отсутствие жидкой воды на поверхности, низкое содержание кислорода в атмосфере, отсутствие магнитного поля и радиационного пояса. А также сильные колебания температуры, которая в ночное время может достигать минус 80 градусов, а в дневное – плюс 30 градусов, и это только в зоне экватора. На основании последних данных высказывается предположение, что в прошлом Марс мог быть обитаем. В распоряжении ученых есть подтверждение того, что раньше атмосфера была более плотной и насыщенной кислородом, существовал радиационный пояс, имелась жидкая вода. Однозначных свидетельств, подтверждающих гипотезу о существовании жизни на Марсе, пока не получено, хотя имеется достаточно косвенных данных. Поскольку в далеком прошлом условия на Марсе могли быть благоприятны для обитания живых существ, то есть предположение, что планету населяла высокоразвитая цивилизация, которая после произошедшей глобальной катастрофы и резкого изменения окружающих условий продолжила свое существование глубоко под поверхностью. В распоряжении ученых имеются документальные снимки странных нор правильной формы, которые некоторых наводят на мысль, что это и есть входы в подземные города марсиан. Пояс астероидов содержит огромное количество объектов, ни один из которых не обладает способностью поддерживать жизнь. Считается, что это обломки, оставшиеся от создания солнечной системы, которые не смогли сформироваться в скалистую планету из-за влияния Юпитера. Крупнейший объект – Церера, в настоящее время классифицируемая как карликовая планета. Ученые считают, что на Церере есть водяной пар, но не жизнь. Шансы на жизнь на любом объекте в пределах пояса астероидов низки, близки к нулю. Исследовавший Юпитер аппарат Галилея с 1995 по 2003 год направил зонд в недра планеты и обнаружил, что нижние слои состоят из аммиачных и водяных облаков. Некоторые ученые решили, что там могут быть признаки жизни в водородно-углеродной и аммиачно-углеродной формах. Астроном Карл Саган в 1970-х годах выдвинул гипотезу о возможно живущих существах в атмосфере Юпитера. Карл Саган и его напарник Эдвин Салпитер описали три возможных формы жизни, которые можно встретить в атмосфере газового гиганта. Синкеры – быстроразмножающиеся крошечные организмы, эта способность помогает им сохранить свои популяции в бушующих потоках. Флотеры – гигантские организмы, похожие на воздушные шары величиной с небольшой город. Эти существа умеют преобразовывать водород из гелия, и такая особенность помогает им держаться в атмосфере, чтобы вихревые потоки не утаскивали их вниз и не вышвыривали вверх. Эта форма жизни напоминает земные растения. Питаться они могут органическими молекулами, а также выделять их. А также хантеры – хищные организмы, охотящиеся на флотеров. А вы верите в жизнь на Юпитере? Напишите в комментариях. На спутнике Юпитера Европе, вероятно, есть развитая инопланетная жизнь, и она может быть даже более развитой, чем жизнь на Марсе, где исследователи надеются обнаружить простейшие бактерии. Благодаря наличию на Европе теплого подледного океана, условия жизни на спутнике могут оказаться более комфортными по сравнению с марсианскими, что может обеспечить лучшую выживаемость различных видов бактерий. Также, возможность доступа к органическим веществам, поднимающихся из недр спутника, может оказать влияние на эволюционные процессы, проходящие внутри Европы. Так, разум некоторых гипотетических обитателей спутника вполне может соответствовать, например, уровню кальмара или осьминога. По данным НАСА, из-за взаимодействия соленой воды со скалистыми материалами, вероятно, что на ганимеде есть примитивная форма жизни. Но она может существовать только под толстыми слоями льда, а это значит, что любые организмы должны выживать без него и использовать альтернативные источники энергии, как глубоководные существа на Земле. Они также должны выдерживать давление, которое сильнее, чем в Марианской впадине. Напомню, ее глубина превышает 11 тысяч метров. Как на Европе и ганимеде, согласно некоторым предположениям, под поверхностью калиста может находиться полноценный океан. Он составляет около 60% всего спутника, а остальные 40% приходятся на различные горные породы. Так как океан там соленый, в нем вполне могли бы зародиться некоторые виды микробов. Слишком жарким климатно, ию не назовешь. Хотя у вулканов температура может достигать 1600 градусов Цельсия и выше, плавя породу и создавая лавовые потоки, средняя температура поверхности спутника составляет примерно минус 130 градусов по Цельсию. Диоксид серы лежит на спутнике обширными снежными полями. В принципе, наличие здесь жизни считается крайне маловероятным даже под поверхностью. Сатурн является газовым гигантом, как и Юпитер, только поменьше, с более ярко выраженными кольцами и более сильными ураганами. Вероятность нахождения там жизни я бы приравнял к вероятности нахождения жизни на Юпитере. Одна из особенностей Титана – желтая азотно-метановая атмосфера, которая мешает наблюдать за его поверхностью. Она есть на всех высотах, хотя исследователи ожидали, что на высоте ниже 60 километров атмосфера будет прозрачной. Атмосфера спутника очень похожа тем, что ее основой является азот. По мнению ученых, на данный момент условия на Титане почти такие же, как на Земле 2,8 миллиарда лет назад. То есть, там некое подобие мезоархейской эры. А ведь в это время на Земле уже существовала жизнь. Если это действительно так, то на Титане прямо сейчас могут существовать первые цианобактерии. Когда-то давно на Земле они активно занимались преобразованием атмосферного углекислого газа в газообразный кислород. Это привело к тому, что на Земле установилось нынешнее соотношение азота и кислорода, которое очень важно для существования жизни. Энцелад – маленький мир, одно из лучших мест для поиска жизни за пределами Земли. Каналы огромных гейзеров ведут к океану, глубина которого может достигать 40 километров. И приборы Кассини, когда он пролетал над поверхностью, отбирая пробы выбросов, смогли показать, что условия и химический состав этого подземного океана могут поддерживать микробную жизнь. Есть признаки того, что вода взаимодействует с породой на дне океана, создавая питательный коктейль, которым могут питаться простые организмы. Уран в основном состоит из льдов метана, воды и аммиака. Он окутан атмосферой водорода и гелия, и он действительно холодный. На вершине облаков температура составляет минус 224 градуса и становится выше внутри вплоть до ядра, температура которого составляет 4700 градусов. Есть место внутри урана, где температура может поддерживать жизнь. Проблема в том, что давление внутри урана при таких температурах огромно и может уничтожить жизнь. Жизнь на уране должна сильно отличаться от всего, что есть на Земле. Пять крупнейших спутников урана, Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Аберон демонстрируют признаки криовулканизма, когда в условиях крайне низких температур окружающей среды из вулкана извергается не расплавленная лава, а вода. Аммиак, смеси метана с углеводородами, азот и другие вещества или их смеси, как в жидком, так и в газообразном состоянии. Изучая снимки аппарата Voyager 2, исследователи заметили, что эти пять спутников состоят из равных частей камня и льда и сильно изрыты кратерами, что является свидетельством жидкой воды, которая может скрываться в недрах небесных тел. Планетолог из Массачусетского технологического института Бенджамин Вайс, рассуждая о потенциально обитаемых средах в Солнечной системе, назвал луну урана наиболее подходящими в том случае, если там есть жидкая вода и она немного соленая, как океанская вода на Земле. У Нептуна нет твердой поверхности, вероятно, есть каменистое ядро, на котором не может существовать жизнь. В атмосфере огромное давление и любые формы жизни должны иметь сильное тело, чтобы противостоять этому. Атмосфера содержит метан, который на Земле является побочным продуктом организмов, настолько маленькая, но вполне возможно, что его могло создать что-то живое. Тритон имеет каменно-металлическое ядро, окруженное ледяной мантией с коркой водяного льда и слоем азотного льда на поверхности. Креовулканы на поверхности извергают азот. Атмосфера состоит из азота с примесями метана и угарного газа. Возможно, у спутника имеется подповерхностный океан из смеси аммиака и воды. Средняя температура воды в нем, если он существует, вряд ли превышает минус 97 градусов. Однако благодаря аммиаку вода остается в жидкой фазе. На Земле есть организмы, выживающие при минус 103 градуса. Гипотетическая жидкая прослойка из углеводородов или смеси воды и аммиака может существовать под поверхностью при достаточном разогреве спутника за счет распада радиоактивных элементов в твердой части недр и благодаря действию приливных сил. В случае, если у спутника есть подледный океан, на его существование пока указывают лишь косвенные признаки. То вероятность наличия в нем примитивной микробной жизни увеличивается, однако на сегодняшний день никаких сведений на этот счет не имеется. В конце 2011 года телескопом Хаббл на Плутоне были обнаружены сложные углеводороды, сильные линии поглощения, свидетельствующие о присутствии на поверхности карликовой планеты целого ряда ранее невыявленных соединений. Также выдвинута гипотеза о том, что на планете может существовать простая жизнь. Появление молекул могло возникнуть и после взаимодействия замерзших форм метана и углеводорода с космическим излучением без участия живых организмов. Предполагается, что под поверхностью Плутона имеется океан, однако никаких доказательств жизни на Плутоне пока не обнаружено. На поверхности Плутона жизнь вряд ли может существовать, так как температура поверхности составляет около минус 240 градусов. Харон – второй элемент системы Плутон-Харон. По мнению ученых НАСА, существует небольшой шанс, что тело может содержать жизнь под своей ледяной коркой. Трещины на поверхности замерзшего Харона указывают на существование сильных, теплых, приливных океанов под ней. На Земле, на уровне облаков, была обнаружена микробактериальная жизнь, что повышает вероятность существования жизни и на газовых гигантах, и на Венере. Наиболее вероятным местом существования жизни во Вселенной являются планеты и спутники вне Солнечной системы. Друзья, давайте распространять знания, чтобы невежеству и глупости не осталось места в этом мире. Подписавшись на канал и поставив лайк, вы очень этому поспособствуете. Всем успехов и до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok